Добрый вечер! И я сейчас постараюсь поднять ковидс, то есть файл, и я хотел сегодня с вами начать с такой небольшой рекламы, может быть, не столько для вас, а столько для тех, кто будет просматривать. Вот, существует комментарий на книге пророков, на первых пророков Ехискель и Исхарья, развернутый русский комментарий. Он решает целый ряд проблем. Я не устаю говорить, что наша задача понимания текста, просто понимания текста пророков не решена. Мы ее с вами сейчас решаем, Мишлей, и я очень надеюсь, что мы с вами вместе понимаем, насколько это серьезная задача просто прочесть текст. Потом можно соглашаться, не соглашаться, спорить, критиковать и что угодно, но ведь прежде всего надо прочесть и понять, что написано, и в свете нашей традиции, которая сохранила прочтение. На сайте вы найдете все книги, магазин книг, описание книг, и найдете там много материала, кроме всего прочего, недельные главы, проиллюстрированные с помощью искусственного интеллекта. Вот такая, например, картинка, отображающая Израиль. Это не голубь мира и не коршун, а нечто среднее между коршуном и голубь мира, я думаю, что очень характерно для Израиля, для сегодняшнего Израиля. Вот там на сайте вы можете найти наши биографии, биографии Любы, мою биографию, историю, как мы работали. То, что касается книг, в воскресенье в 19.30 состоится лекция по Талмуду на платформе Арье Парниса. Присоединяйтесь, кто знает эту платформу, заходите. У меня на Фейсбуке также стоит реклама и вход. И после такой рекламы, надеюсь, быстрой, недолгой, мы с вами возвращаемся к Мишлей, к притчам царя Шламо, шестая глава. И мы посмотрим с вами сегодня, насколько непросто, насколько зашифрованы мысли царя Шламо. И вот шестая глава, здесь есть такая посылка. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего, ударил по рукам за чужого, ты попался все через слова уст твоих, ты пойман словами уст твоих». Здесь лучше бы было перевести «ударил по рукам чужого», с чужим, наверное. Вот я прямо при вас сейчас попробую поправить традиционный перевод. «С чужим», «ударил по рукам чужим». Ситуация такова, как объясняет Рафштейн-Зайц, что поручительство, во-первых, это серьёзное дело. Человек поручается, что кто-то исполнит свои обязательства, если он не исполнит их, то поручитель должен исполнять вместо него. И вот здесь ситуация такая. Есть некоторый человек, незнакомый, который назван чужим, и ты жмёшь ему руку в качестве заключения сделки, какой сделки ты выступаешь в качестве гаранта твоего ближнего, что он вернёт долг и, скорее, даже не вернёт долг, отработает долг, он берёт деньги в долг и обещает отработать за них. И вот ты выступаешь в качестве гаранта, что он обязательно придёт к тому, кто отдал жену деньги, и отработает, пока стоимость его работы не сравняется со стоимостью долга. И вот хорошо. Понятно, что поручительство – дело серьёзное, иногда рискованное. Почему человек поручается за другого? Он хочет ему сделать хорошо. Может быть, у него есть надежда, что когда ему поданивается поручитель, то другой поручится за него. Как бы взаимная такая, взаимная порука, если так можно сказать. Возможно, что так. Но тут дальше странная посылка. Ты попался в сеть через слова «уз твоих», ты пойман словами «уз твоих», сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего, в руки ближнего твоего, за которого ты поручился, не в руки чужого человека незнакомого, а в руки ближнего твоего, за которого ты поручился. Пойди, унижайся и умоляй ближнего твоего, вплоть до унижения. Не умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим, в чём его умолять, не сказано. Не сказано. И вот эта вот притча, завуалированная загадка, она раскрывается по принципу «пойми сам». Часто не только царь Шламо, но и мудрецы Торы, Талмуда пользовались таким приёмом. Они что-то рассказывали и оставляли недосказанным. Например, Абимейр рассказывал 49, приводил 49 аргументов в пользу того, что что-то является чистым с точки зрения ритуальной чистоты. И потом приводил 49 аргументов в пользу того, что это является нечистым. Это в трактате «Ерубин» рассказывается об этом. И говорят, что не устанавливают Галаху по рабе Мейру, потому что никто не мог проникнуть как бы до конца в его мысль. А какую Галаху? Если он привёл 49 аргументов в пользу этого и 49 аргументов в пользу этого, что он сделал? Он оставил решение, поиск чего-то. Может быть, не 49 аргументов, а может быть, до какого-то 49 уровня он дошёл, а ответ лежит на 50 уровне. И вот он хотел, чтобы его ученики, они сами решили эту задачу. 49 за, 49 против, какой же ответ. И говорят, поскольку у рабе Мейра был такой приём, и он не говорил ответы, и никто не мог проникнуть в его эту мысль, то не устанавливали Галаху, не устанавливали Галаху, как рабе Мейра. Что-то подобное с царём Шламо. Не то, чтобы невозможно проникнуть в его мысль, но он рисует определённый рисунок, который надо раскрыть. Почему это так? А почему не писать напрямую? Возможно, это как бы до человека доходит. Он запоминает, он солидаризируется с тем, что он раскрывает сам. В этом есть какая-то поддержка человека, пробуждение веры его в свои способности, что он не говорил бы всегда «царь Шламо такой умный», что его невозможно понять. Пусть человек подумает, поймёт и поверит в себя тоже. Возможно, все эти моменты, аргументы здесь присутствуют. Но мы возвращаемся к мыслу того, что сказано. Для того, чтобы понять нам смысл того, что сказано, в книге «Шафтим» появляется такой персонаж, Минаше, человек, левит, который воздвигает свой такой частный мешкан, куда он хочет, чтобы люди приходили молиться. И они приходят туда молиться, и он служит в этом частном мешкане. Понятно, что это запрет, понятно, что это граничит с идолопоклонством крайне нежелательным и так далее. И его имя Минаше написано маленьким, и это намекает на Маше. Оказывается, этот левит, леви, Маше был леви, и он леви потомок Маше. Он потомок Маше. И, скажем, скорее всего, внук Маше. И почему он сделал такую вещь? И он говорит, что я знаю от своего деда, что лучше заниматься Авода Зала, мы переведём сейчас, с идолопоклонством, чем просить у людей. Очень странная посылка. И объясняется, что он ошибся, что Минаше ошибся, когда дед сказал лучше заниматься Авода Зара, чем просить у других, он имел в виду буквально чужой, другой работы, не Авода Зара, чужая работа, как обычно понимается, это как определение идолопоклонства, чужая работа, а буквально чужой работой. Лучше заниматься чужой работой, чем просить у людей. А он решил, что дед сказал, что даже вплоть до идолопоклонства можно только чтобы не просить у людей зарабатывать таким образом, как он зарабатывает. Это ошибка, это объяснение того, как из потомков Маше вышел человек, совершивший столь неблагоприятное для еврейского народа преступление. Если так можно сказать. Но то, что важно нам, что имел в виду Маше. Маше имел в виду вот что. Каждый человек приходит в этот мир для чего-то. У каждого человека есть свои особенности, у каждого человека есть свои задачи, склонности души. У каждого человека есть своя работа, свое дело. И есть то занятие, которое наиболее свойственно для него, и которое дает много его души, развивает его душу и приносит пользу другим. Это может быть, поскольку все люди разные, то и работы могут быть самые разные. В трактате «Барахот» говорится, что когда кто-то видит 600 тысяч сыновей Израиля, то он должен сказать благословение Всевышнему «Барахот Агашем хахамаразим» «Благословен Всевышний, мудрец, знающий тайны». И поясняется, что знающий тайны, что все евреи разные, и как их разум, даат, сознание, мировоззрение, способности. Все это укладывается в слово даат. Как это все разное, так и лица их все разные. Лица, как обычно, отражает свойства души, склонности души так или иначе. И поэтому можно сказать, что все, когда говорится благословение, благословен Всевышний, знающий тайны, все евреи разные, что их объединяет, знаем только один Всевышний. Но мы видим то, что нам важно, то, что все разные, это как бы коренное такое или неотъемлемое свойство народа. И можно добавить и занятия, характерные для каждого, приносящие удовлетворение каждому, так сказать, успокаивающие и развивающие его душу, они тоже совершенно разные. И поэтому Маше, он, естественно, не учил этому всех, но вот кому-то и близких своих он сказал, ни в коем случае не занимайтесь чужой работой. Той работой, которая не свойственна, не свойственна для вас, не свойственна для вашей души. Той работой, которую вы не пришли, не пришли сделать в этом мире. Если у вас есть другая работа, которая ближе вашей душе, ни в коем случае не занимайтесь этим. Это чужая работа. Может быть, он сказал, что это будет похоже на это упоконство, не знаю, тут можно только фантазировать. Но вот он этому научил своих потомков. И сказал, ну, когда совсем нечего есть, тогда идите делайте чужую работу. Только в самом крайнем случае, при самых трудных обстоятельствах. Теперь мы понимаем, что здесь возникла за ситуация. Скажем, вот человек поручился кому-то чужому, незнакомому, который не даст снисхождение, поручился за своего ближнего, что тот отработает долг. А ближний вдруг говорит ему, да, ты знаешь что? Что-то мне неохота, что-то мне неохота работать. Давай сделаем так. Ты иди работай, то, за что я взялся, а я тебе буду давать деньги, возвращать долг. И ситуация, она может быть реальная, но главное в этой ситуации, может быть, реальная. Ситуация может быть несколько другой. Ситуация может быть просто, когда человек нанимается в вынужденном положении или не в вынужденном положении делать ту работу, которая ему не свойственна, которая не приносит ему никакого удовлетворения. Он нанимается делать эту работу. Вот об этом хочет сказать царь Шламон. И он даёт вот это на таком примере. Ты попал в ситуацию, когда ты ни с того ни с сего должен будешь делать буквально чужую работу. Не твою работу, а какую-то чужую работу, за которую взялся другой человек. И вот он теперь её вот так вот элегантно, так сказать, свалил эту работу на тебя. И тут ты же ничего не можешь сделать. Может быть, у тебя нету даже этих денег, которые нужно заплатить, выплатить. Ты попался, потому что ты должен будешь делать чужую работу. Сделай всё. Всё вплоть до унижения, до унижения перед твоим ближним. Ты попался в руки ближнего твоего. Унижайся. Пойди унижайся и умоляю ближнего твоего. Только не делай чужую работу. И это то, чему хотел научить Шламо. И совершенно неважная ситуация, и совершенно неважно какие-то указания конкретные. Вот у тебя ещё есть пять шекелей в кармане, ни в коем случае не нанимайся на работу, которая тебе не свойственна. Нету этих указаний, но здесь есть общее глобальное соображение. Постарайся никогда не попадать в ситуацию, когда ты должен делать работу, которая не приносит тебе удовлетворения. Не приносит тебе удовлетворения. Ты не чувствуешь, что это твоя работа, это работа твоей души. Эта тема развивается в нескольких наших источниках. Например, в главе Пенхаз говорится о человеке, который вот так же, он всю жизнь делает чужую работу, что-то делает несвойственное для него. то, что не пригодное ему душе, что на кого он похож, говорится в главе Пенхаз. Он похож на человека, который всю жизнь строил на кривом фундаменте. Для того, чтобы ему что-то сделать в своей жизни настоящее, нужно всё разрушить или всё оставить и исправлять, прежде всего, фундамент. Начинать с начала. Начинать с начала. Потому что у каждого есть своё предназначение в жизни. Я помню, как несколько цинично после института, при распределении, нам наш преподаватель, который хорошо к нам относился, он сказал, вы говорите, интересная работа, интересная работа. Вы знаете, какая интересная работа? Интересная работа – это та, которая поближе к дому и там, где больше зарплата. Может быть, в условиях Советского Союза это было и правильно, не знаю. Но если мы представим себе, то если мы представим себе это поучение царя Шламо, оно кажется, может быть, каким-то не совсем важным или не совсем обязательным. Но если мы представим себе, то действительно в жизни человек всегда ищет работу, которая его удовлетворяет, приносит ему, как говорят, душевное, духовное удовлетворение. И обычно, по крайней мере, творческие люди делают такую работу с полной отдачей. В этом плане есть произведения, которые я, может быть, несколько раз упоминал и с разных точек зрения, но посылка у него прекрасная. Опять же, в условиях Советского Союза, не для нас, произведение братьев Стругацких называется «Понедельник начинается в субботу». Какая идея? Какая идея? То, что люди делают свою работу не за зарплату, они её любят. И она им настолько интересна, настолько они хотят продвинуться в познании, изучении, раскрытии, изобретении чего-то того, что они делают, что они начинают работать уже в выходной суббота, выходной день, а они начинают работать в субботу, в субботу, воскресенье, выходной день, и у всех начинается неделя в понедельник, а они, заканчивая в пятницу неделю, начинают свою неделю рабочую, в субботу, пропуская выходной день. Это прекрасное свойство человека и очень достойное, когда человек стремится делать то, то, что ему интересно, и делает он это с полной отдачей, не только потому, что ему платят зарплату, а потому, что ему это интересно, потому, что ему это свойственно. И я также в этом плане хочу рассказать совершенно потрясающий случай, очень поучительный, на мой взгляд. У меня в Москве были занятия с группой таких профессоров, ученых, которые сидели в отказе лет по 20. Они оставили, они подали заявление на выезд и получили отказ. У них были прекрасные квартиры, машины, положение в обществе. Если они даже испытывали антисемитизм, то никто им не ставил палки в колеса в их работе, они могли работать и продвигаться. Но это просто явление такого, я не знаю, в еврейской истории невиданное явление. Полностью совершенно устроенные люди, они просто взяли, подали свои заявления на выезд в Израиль и лишились всего им. И были среди них такие, кто по 20 лет ждал разрешения на выезд. И один из этих людей, с которыми я занимался на квартире, звали его Ося Ирлин. Его, к сожалению, уже нет в живых, как и нескольких человек из этой группы. И Ося Ирлин был специалистом по раку крови на то время, которому не было замены просто во всём мире. И ничего, его выгнали с работы. И когда его выгнали с работы, ему писали письма со всего мира как консультацию. В качестве консультации. Не всегда можно было позвонить человеку, который находился в отказе. Да и вообще разговоры за границей были, была большая проблема. И он получал письма, отвечал на письма, приехал в Израиль уже перед самым развалом Советского Союза, получил разрешение, приехал в Израиль. В Израиле не было работы. Благодаря другому такому человеку, совершенно выдающему себе, я сказал, файну, он пробил то, что называлось стипендия Шапира. То есть на два года учёный или доктор, он получал работу в Израиле, практически там, где он хотел. Из этой стипендии ему платили зарплату. Не наниматель просил зарплату, платил зарплату, а платили ему из этой стипендии. Вот Оси Ерлин устроился в Бар-Илан, и там работал в лаборатории, продвигал те исследования, которые он ещё начал в Союзе, уникальные совершенно исследования. Но через два года стипендия Шапира закончилась. И его уволили. На следующий день после того, как его уволили, он пришёл на работу и сидит в лаборатории. Его спрашивают, что вы делаете? Как бы его не выгоняют, его знают, он не испортит инструменты, приборы и так далее. Он спрашивает, что вы делаете? Вам же никто не платит. Он ответил, что это моя жизнь. И вот если мы представляем себе эту историю, я не случайно на ней задержался, то мы представляем себе вот эту посылку, эту посылку Шламо. Никогда не попадай в ситуацию, когда ты должен делать чужую работу, потому что работа... Вот есть человек, у которого работа – это жизнь. Работа – это жизнь. А у другого что-нибудь другое. А другой строитель, и особенно здесь, в Израиле, он строит не только дома, он строит на благо всего народа. Если в другом месте дом – это дом, это архитектура, то у нас дом – это победа. Каждый раз я приезжаю иногда по тем местам, где боролись за кусочек земли, для того, чтобы там построить дом. И армия выгоняла, и разрушала. И вот сейчас там стоит целый район. Целый район. Дома современные, красивые. Кто-то построил эти дома. Но ведь для нас это не просто дом. И для нас это победа. То есть я говорю, что в Израиле это обретает там строительное дело, которое кто-то может любить и делать, и строить. В Израиле это, как бы в скобках говоря, обретает еще один глубокий, колоссальный смысл. И я надеюсь, что мы с вами как-то прочувствовали вот этот момент. И то, что говорил Маше, как рассказывает Игада. И то, что Шламо говорит столь как бы настойчиво, убеждает, не попадайся в такую ситуацию. Хорошо. Теперь. Значит, те, кто объясняет по-другому. Есть комментаторы, которые объясняют, как бы идут по более простой линии, видимо, считая, что лучше, попроще, что многое будет непонятно. Невозможно связать, невозможно связать следующее предложение, если не рассказать все, что мы с вами рассказали. Вот здесь говорится так. Вот спасайся, как газель из руки охотника, и как птица из руки птицелова, спасайся только, чтобы не выйти из этой ситуации, когда ты должен делать чужую работу. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на пути его, и сделайся мудрым. И сделайся мудрым. Вот я всё время проверяю на иврите, чтобы соответствовало. Более-менее даже очень неплохо. Пойди к муравью, ленивец. Вот. О чём здесь речь? И у нас вот в Геммаре есть такая посылка, что из животных, из мира, сотворённого Всевышним, из животного мира, можно выучить положительные качества, которые должны быть у человека. Естественно, животное остаётся животным, но у каждого животного есть какое-то свойство, которое, скажем, можно сказать, неожиданно, не характерно для животных, а больше относилось бы, должно было бы проявляться у человека. Одно такое свойство. И вот, кстати, царь Шламо говорил об этом. И он говорил, что, про него сказано, и что он от птицы небесной умудрялся, то есть, глядя на птицу небесную, он что-то выучивал. И тут есть и петух, и тут есть и кошка, и у каждого можно что-то выучить. И вот учат у гезель минамала. И воровство, то есть запрет воровства, насколько нужно быть далёким от воровства, можно выучить из муравья. Но это поверхностная посылка, то, что в гемаре бывает, вот она не вдаётся вглубь, она занята несколько другим, несколько другой проблемой, и она не будет нам рассказывать всё, что можно выучить из муравья, и то, что мы с вами сейчас должны выучить. А у муравья здесь, видите, в Мишлей, у него главное не труд или главное не только труд, ну и что? Нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, ни правителя. Вау! Это что такое? Причём здесь то, что отсутствие запрета воровства можно выучить у муравья? Гемара взяла что-то своё, то, что ей нужно, а вот нам бы текст понять, почему, что здесь, как это соотносится с предыдущим, вот ты, как газель, рвись, вырывайся, а потом учись у муравья, чему учиться у муравья? То, что он трудолюбивый такой, так и ты бы, казалось бы, прямой бы, зачем тогда? Так и ты бы вшёл и работал, отрабатывал, уже попав в ту ситуацию, в которую ты попал, как поручитель, и шёл бы и работал, да, вот, так чему учиться у муравья? Чему-то противоположному. Не надо работать, не надо отрабатывать то, что ты, то, что не свойственно тебе, да, наоборот, не будь муравьём сейчас, да, а здесь сказано, пойди научись у муравья, секрет в том, да, что муравей, да, что то, чему можно научиться у муравья, да, это очень интересному свойству, да, муравей заготавливает намного больше, чем он может съесть, и когда он уже заполнил свой весь муравейник, запасы, ну, скажем, я не знаю там, как устроен у него муравейник, я там не был внутри, да, вот, но, допустим, заполнил, он продолжает работать, то есть, что нужно выручить у муравья, то, что он делает, то, что свойственно ему, и делает это не за зарплату, как бы, и делает, как бы, это когда уже ему не нужно для того, чтобы поесть, он всё равно продолжает делать, потому что это его внутреннее свойство, он без этого не может жить, он без этого не муравей, это выучил муравья, ленивец, да, что ты, ленивец в каком смысле, что ты готов уже пойти и работать, и делать чужую работу, вместо того, чтобы найти собственную, в этом смысле ленивец, да, что важно, что важно, что важно, если мы всё это не поняли, мы не поймём следующего, нет у него ни начальника, ни надсмотрщика, никто его не гонит, муравья, он делает это как бы от души, если так можно сказать, да, вот так и в жизни ты всё должен делать от души, то, что свойственно тебе, да, понятно, есть зарплата, понятно, есть потребности, да, но максимально нужно быть близким к тому, что ты будешь делать по принципу понедельник начинается в субботу, по принципу оси Ирлина, оси Ирлина, это моя жизнь, да, это моя жизнь, я даже не сказал, я не могу, я без этого, я это, он просто сказал три слова, это моя жизнь, да, и без всякого надсмотрщика, да, без всякого того, кто погоняет палкой, да, ни правителя нет у него, он делает это от души, да, заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою, да, вот, это то, что, то, что мы знаем про, знаем про муравья, да, вот, на мой взгляд, если мы пробили этот момент, то это обретает необычайную красоту, необычайную мудрость, мудрость царя Ашламо, потому что, если сказать, просто остановиться на том, что не надо поручаться за ближнего, если ты поручился, то нужно дрожать всеми камерами, фибрами твоей души, как бы чего не вышло, да, вот, и нужно просить избавиться от этого поручительства, разве это урок царя Ашламо? Разве это урок, царя Ашламо, разве это мудрый урок? Разве это урок, который примирим ко всем обстоятельствам на всю жизнь? Мне представляется, что нет. Вот, теперь, вот, ну, если мы это с вами поняли, пробираемся дальше. Вот, доколе ленивец будешь спать, когда встанешь от сна твоего, ленивец, мы уже понимаем в том смысле, что не то, что бездельник, да, а делает, не ищет свое, не ищет свое, то, что свойственно, характерно его души, то, для чего он пришел ради мира, в мир, да, давайте мы скажем еще вот что, да, что, что такое счастье, счастье, да, счастье – это быть тем, кем ты создан, это счастье, да, Бог тебя сделал таким, и вот, исполнить свое предназначение, то, для чего ты был создан, это же и есть счастье, да, шутку можем привести с вами, вот, опять же, цитату из общей культуры, из фильма «Покровские ворота», где один персонаж говорит другому, «Эх, Лёва, ничего ты не понимаешь, человек живет не для удовольствия, а для совести», да, вот, то есть, да, то есть, даже в каких-то простых, в простых довольно фильмах есть глубокие, глубокие посылки, да, вот, и которые бы нам следовало понимать, да, это, вот, я создан, и я не я, да, счастье – это быть самим собой, да, а что значит быть самим собой? Делать то, ради чего ты создан, да, вот, я, вот, и поэтому ленивец, который махнул на это рукой, который не ищет себя, не ищет свою работу, не ищет свои склонности души, да, зарабатывает, как придется, вот, знай, ленивец, что немного поспать, немного подремать, немного, сложа, руки полежать, да, то есть, не в том плане, чтобы отдохнуть, а в том плане, чтобы отдохнуть от того, чтобы искать самого себя, свое, свое место в жизни, свое предназначение, да, что будет, если ты чуть-чуть отдохнешь от этого, да, потому что, в принципе-то, отдых нужен, что значит немного поспать, немного подремать, да, это же обязательно нужно? Нет, не в том смысле, да, а спать и подремать от поиска самого себя, да, и придет, как путник, бедность твоя, какая бедность, да, если ты отдохнешь немножко, бедность придет, придет твоя духовная бедность, да, духовная бедность придет, да, и нужда твоя, как муж с оружием, да, вот, и обстоятельства, которые тебя будут отталкивать все дальше и дальше от себя самого, и ты будешь быть, ты будешь, ваша душа твоя будет воспринимать, что она в чем-то нуждается, да, вот эта нужда, она как человек с оружием, который будет тебя отталкивать все дальше и дальше от тебя самого, бедность духовная и отдаление от себя самого, это будет все сильнее и сильнее, если ты, если ты решишь отдохнуть от того, чтобы искать самого себя, и дальше еще переход, да, не совсем понятный, человек негодный, человек лживый, ходит с извращенными устами, да, мигает глазами своими, говорит ногами своими, да, то есть он как-то топает ногами или, как говорят, наступает на ногу под столом, да, дает знаки пальцами своими, показывает пальцами, да, извращенное в сердце его, умышляет зло, во всякое время сеет раздоры, о ком речь, да, о том человеке, который тебе, который тебе говорит, вот то, что нам сказали в институте, да, какая интересная работа, это та, которая ближе к дому и там, где зарплата больше, да, то есть есть большое число людей, доброжелателей, да, которые совершенно не понимают того, что кроме материальных благ, да, кроме большой зарплаты, и удобной по месту распоряжению работы, есть в жизни еще что-то, да, есть в жизни еще что-то, кроме этого, да, тоже в качестве примера жизненного я вам приведу, да, позвонили как-то с опросом, да, который проводят в Израиле часто, там, не знаю, компании такого социального, социологического плана, вот, и первый вопрос, вы довольны жизнью в Израиле? Да, я сказал, да, второй вопрос, а какая у вас зарплата, или вы довольны своей зарплатой? и все, я повесил трубку, нажал на кнопку, повесил трубку, не стал дальше разговаривать, да, если удовлетворение жизнью в Израиле сводится у вас к зарплате, то, извините, мне не о чем с вами говорить, да, и вот таких людей, таких людей масса, да, и они еще доброжелатели, да, они хотят, чтобы ты устроился хорошо в жизни, да, вот, а Шламо называет его человек негодный, человек лживый, да, потому что это по-своему ложь, да, толкать человека заниматься тем, что не свойственно ему, да, с извращенными устами, да, наговорит неизвестно что и все как бы не по делу, да, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, да, вот, давай, 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 устраивайся в жизни, вот, вот это вот, ты бы говорил с этим, вот, и сидя за столом, он толкает его ногой под столом, давай, 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 да, извращенные в сердце его, умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, это результат его деятельности, и зато внезапно придет погибель его, вдруг будет сокрушен без исцеления, без исцеления, шламо не рассказывает, что именно случится с ним, да, вот, но можно, можно представить себе, да, что он крайне отрицательно относится к таким людям, да, и говорит, что вот это вот, этот настрой в жизни, что главное только устроиться, да, оно обязательно приводит к краху, обязательно приводит к краху такого человека, да, вот, и вот еще и дальше, и дальше опять неожиданная посылка, а нам же надо все связать, нам нужно понять, как одно связано с другим, нельзя перескакивать от одного к другому, в скобках скажу, я хочу сказать, когда я говорю, вот, скажем, про ровков, что тексты совершенно не раскрыты и так далее, я совершенно не имею в виду, что, как бы, скажем, вот я там самый умный, да, вот, все взял из комментаторов, просто все устроено таким образом, да, что очень важные вещи, принципиально важные, даются вскульз, да, и ты их сам проскакиваешь, ты не замечаешь просто, направленность твоего ума другая, да, и вдруг, может быть, уходит иногда несколько лет, когда вдруг ты понимаешь, о чем он говорит, комментатор, почему он это написал, почему Раша это написал, да, иногда бывает по-другому, да, скажем, вот, та лекция по Талмунду, о которой я говорил, эту тему, я разрабатываю больше 30 лет, как разрабатываю сам, откуда я ее взял, увидел намеки, в нескольких местах, да, я не сам додумался, увидел намеки у Маарала и у Мальбима, увидел попытки у Маарша развернуть эту тему в Талмуде, а дальше нам надо самому, потому что историко-философский план не, безусловно, знали его, да, но оставили его в стороне, потому что это было, наверное, не самое важное во времена Маарала и Мальбима, и, а вот теперь представляется, что для того, чтобы, так сказать, вернуть Талмуд, Талмуд народу, да, необходимо поднять этот историко-философский план, чтобы было и понятно, и интересно, и почувствовать, и чувствовать важность Талмуда. То же самое и в пророках, то же самое и в пророках, не то, что комментаторы ничего не знали, да, упаси Бог, ты стоишь на, ты становишься на их плечи, но действительно становишься на их плечи, да, еще благодаря тому времени, в котором мы живем, да, и благодаря каких-то их намекам, каких-то им разработкам ты идешь дальше, да, а часто бывает так, что вот не вдаются в подробности, наверное, потому что считают, что вот это вот все, что мы с вами говорим, невозможно объяснить и расписать, да, вот такое отступление очень важное для меня, да, и дальше мы с вами. Вот шесть, что ненавидит Бог, и семь, что мерзость в душе Его, да, почему вдруг, какие шесть, да, говорили про муравья, да, или теперь вот говорили про человека, который толкает ногой другого коленом под столом, делает какие-то знаки, какие шесть, да, вот, что он говорит, что всевышний ненавидит, как говорит царь Шламо, глаза гордые, язык ложивый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, да, ноги, быстро бегущие козлу, да, же свидетель, призначающий ложь, и сеющие раздоры между братьями, да, это шесть, что ненавидит Всевышний, и седьмой просто отвратителен для него, да, как на иврите сказано, все, давайте вспомним, Мишалех, Макшабату, Абин, ну, да, можно сказать, да, что он отвратителен, да, мерзость отвратительна для него, так, теперь, да, возвращаемся сюда, вот, да, о чем здесь говорится, семь, это семь свойств, семь свойств души, да, и царь Шламо говорит, после той темы, которую он развернул, да, он говорит то, что связано с нею, да, он хочет сказать, да, что чужая работа, да, когда человек с утра до вечера делает то, что ему не свойственно, только ради заработка, исключительно, ради высокой зарплаты, ради положения в обществе, это не может не ударить по душе человека, это не может ее не испортить, да, может быть, это не превратит его, упаси Бог, в негодяя, какого-то злодея, да, но ущерб его душе будет нанесен, да, потому что тот, кто делает чужую работу, похожую на вода за рано и до его поклонства, да, он привыкает хотя бы в какой-то степени смотреть свысока на других, да, так всегда бывает, когда не раскрывается душа, да, вот, и вот он смотрит свысока на тех, у кого понедельник начинается в субботу, да, вот, да, идеалисты, энтузиасты, бессмысленные в то время, когда в жизни самое главное заработок, да, это глаза гордые, язык лживый, прежде всего он обманывает сам себя, да, вот, и уговаривает себя, что всё в порядке, да, что всё в порядке, вот эта рутинная, никому не интересная работа, а главное, несвойственная для него самого, да, это всё в порядке, да, руки, проливающие кровь, руки, проливающие кровь невинную, да, это да, тоже относится, в общем-то, к душе, он подавляет свою душу, да, и вот мы знаем, что когда подавляет душу, это похоже, похоже на пролитие крови, об этом говорит Маарам, и эту тему можно было бы развернуть, но это не сейчас, не в этом месте, да, вот, он подавляет, он подавляет свою душу, сердце, кующее, злые замыслы, да, вот, его сердце, если оно не злодейское, то оно менее направлено, менее направлено к добру, меньше понимает, что такое добро, да, ноги, быстро бегущие, ноги, быстро бегущие козлу, да, то же самое, да, и из-за стирания души, лжесвидетель, произносящий, произносящий ложь, да, прежде всего, он же свидетель о самом себе, так что он, он вот такой, это его место, когда его место, когда он создан совершенно для другого, да, и сеющий раздор между братьями, да, вот, и его неудовлетворенность, да, которая не может не выработаться в душе и не не проявиться, да, она сеет сеет раздоры, прежде всего, внутри него самого, да, а когда это есть внутри него самого, да, как бы, когда ум сердцем не в ладу, да, вот ум сердцем не в ладу, это приводит к тому, что и собственного удовлетворения нету, вражда внутри самого себя, и вражда это не может быть, чтобы это не отразилось на окружающих, да, и сеющий раздор между братьями, сын мой, храни заповедь отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей, да, это призыв, к которому Шламов возвращается, ну, как Кадиш после какой-то существенного пуска, он возвращается вот к этому призыву, да, храни заповеди отца твоего, не отказывайся от учения матери твоей, навяжи их навсегда на сердце твоем, храни вот все, что я тебе сказал на сердце, обвяжи имя шею твою, говори об этом, да, не стесняйся, говори об этом, когда пойдешь, будет руководить руководить тобою, да, вот это учение, все, что я тебе рассказал, когда ляжешь спать, будет охранять тебя, да, вот, и когда пробудешься, будет беседовать с тобою, да, и, да, ибо заповедь светильник, да, и то рассвет и назидательное обучение путь жизни, да, ки, ки, кинер митсва витола ор, да, это известная фраза, вот, которая постоянно цитируется, мы, может быть, начнем сейчас о ней говорить, продолжим следующий раз, глобальная, то есть, основная посылка такая, что заповедь свет, заповедь охраняет человека, пока он ее исполняет, заповедь не свет, а светильник, свеча, вот, заповедь охраняет человека, пока он ее исполняет, и, как бы, свеча горит, свеча угасает, она уже нет от нее света, Вот так же заповедь. Человек исполняет её, и какое-то время она его охраняет. А Тора – свет, свет, который не зависит от свечи, свет, у которого нет конкретного источника, свет духовный. И Тора, как говорят, охраняет человека всегда, даже в тот момент, когда он ей не занимается. Человек попал, упаси Бог, в какую-то тяжёлую ситуацию, опасную, ему не до Торы. Но всё, что он учил, всё, что отпечаталось в его душе, всё, что было ему важно в Торе, всё, что он понял, всё то время, которое он ей посвятил, всё это становится его заслугой, которая защищает его от неожиданных, непредвиденных и неприятных обстоятельств, даже если он не занимается в этот момент Торой. Ну, хорошо, мы на этом остановимся, на этой общей посылке, а в следующий раз постараемся посмотреть, как она, эта посылка, вписывается в тот рассказ, о котором мы с вами говорили. И дальше, как бы, задел на следующее занятие, у нас пойдёт опять речь о женщине чужой, злой. Третий раз. Совсем другая женщина. Первый раз мы видели, что это идолбоклонство, второй раз это та, сравнивая чужая женщина, это как бы тот, кто пытается привнести чужие идеи в Тору, да, изменить Тору. А здесь что за чужая женщина? Посмотрим, да. Вот, сейчас я останавливаю и делаю стоп-шер. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я постараюсь, постараюсь ответить. — Равзеев, неужели действительно термин «аводазара» можно употреблять в отношении работы, которая человеку несвойственна? Я хочу привести конкретные примеры. Может быть, так сказать, в сравнении с теми высокими, так сказать, материями, которыми мы сегодня занимались, это, так сказать, очень приземлённо. Но такова жизнь. Значит, в Советском Союзе, как известно, в 90-й Советский Союз, как известно, в конце 91-го года закончился. Вот. Экономическое положение для людей интеллигентных профессий, для многих, ну, и оно и до этого начало уже изменяться, но кардинальным образом изменилось уже после, в общем, в 92-м году, когда отпустили цены, а зарплаты оставались прежними. И вот конкретный, у меня конкретный пример. Женщина, которая работала в научно-исследовательском институте, занималась иммунологией. Значит, сколько там платили, я не знаю, но она одна растила двух детей. Значит, в качестве подработки она мыла подъезд, договорилась, там, ну, значит, там, не знаю, в ЖЭКе, или как это называется, в общем, мыла подъезд. Явно для научного работника это не та работа, для которой она создана. Другие люди занимались извозом. Третьи, и таких было достаточно много, там, скажем, они работали, предположим, в каком-то министерстве управления и так далее, были чиновницами. Окей, я не беру сейчас, что они, в общем, эта работа никому не была нужна, по большому счету. Но им было уже, там, не знаю, 45, 48, 50 лет. И вдруг выяснилось, что это никому не надо. А теперь уже совершенно другая экономика. Пожалуйста, на выход. А все хотят нанять молодых. Такие никому не нужны. Некоторые из них стали заниматься, так называемыми, челночными операциями. Они ездили, там, не знаю, в Турцию или в Египет, закупали какие-то, значит, там, и дальше торговали. Тоже явно, так сказать, не та работа. Но можно ли это называть аватазора? Вот это вот, так сказать, у меня вопрос. Значит, здесь несколько пластов. Но я думаю, что они все прозвучали в занятии. Во-первых, Маше сказал, лучше заниматься чужой работой, чем просить у людей. И вы описали ту ситуацию, когда... Это они так и поступили. Да, когда человек проявляет свое достоинство человеческое. Когда он, так сказать, грубо говоря, устраивается достойно за счет своего труда, идет на любую работу. Да, так же, как вы, так же, как и случаи людей, которые приехали в Израиль. Да, да. И ученые, которые подметали улицы. Охранниками работали. Охранниками работали. В ущерб всему государству, в общем-то. Это, в скобках говоря, как бы, да. Вот то, что их не смогли устроить. Это, да. Но как раз речь и об этом. Как раз речь и об этом. Есть, да, вот, конечно, во-первых, сам термин, вода, зора, чужая работа, да. Здесь, конечно, игра слов, да, которая призвана донести до человека важность проблемы. Конечно, если кто-то идет и делает работу, которая ему, ну, просто противна, но он ее делает. Конечно, он не занимается водой за рой, да, но как бы, как сравнение, как такое, ну, чтобы потрясти человека и чтобы он задумался, это то, что делает Медраж, да. Основная идея, да, то, о чем мы говорили, конечно, в жизни бывают разные обстоятельства, да. И вот, но, да, но такая глобальная установка, да, постарайся, постарайся делать то, что тебе интересно, то, что свойственно для твоей души, да. Да, говорят, у Агра, у Вильнюска, у Гаона есть комментарий на седьмую главу, на седьмую главу Ишаягу, да, вот, в котором он говорит, да, что раньше человек мог прийти к пророку и спросить, какое свойство моей души, чем мне лучше заняться в жизни. И пророк давал ему ответ, да, вот, и мы с вами, понимаете, мы с вами, я думаю, вот если мы задумаемся, да, то гениальность, она заключается в том, что человек говорит о простом, об очевидном, то, что остается незамеченным, да, в общем-то очевидным. То есть, подтянешь за ниточку, скажем, это не очевидно, но подтянешь за ниточку, это становится очевидным, вот, это то, о чем мы говорим, да. Это же безумно важно в жизни, безумно важно в жизни делать то, что свойственно тебе. Безумно важно продолжать работать, даже если, упаси бог, тебя лишили зарплаты, да, в этом, в общем-то, состоит значительная часть, значительная часть жизни, да. И то, что, как это, как напильником, точишь, точишь, портишь свою душу, если работаешь даже в вынужденном обстоятельстве, все равно это наносит вред душе. Это то, что нам сказал царь Шламо, это то, что он нам раскрыл, да. Ни в коем случае не хотел унизить тех людей, которые в вынужденном обстоятельстве идут на любую работу, и правило, что любой труд достоин уважения, оно остаётся, оно остаётся. Просто тебе, как бы, как жизненная установка, постарайся изо всех сил, да, вот, быть похожим на муравья, который работает, когда даже уже эта работа не имеет практического смысла, она является свойством его души, да. Вот, как бы, такой, так можно понять, мне представляется, да. Розе, такой вопрос, вот, мы читали в пункте 16, вот, 6, что ненавиден Господь и тем, что мерзость в душе Его, такой, часто достаточно, наоборот, в Танахием, вот, это не более, чем красивый приём, или есть какая-то разница между ненавидеть и мерзость, вот, в чём она? Как будто одно и то же, что… То у него ещё остаётся связь с этим. Вот, часто он, да, он кричит, что я ненавижу, да, потому что он что-то хочет от того, кому он это кричит, да. А когда это тоева, мерзость для его души, то эта душа его отвратительна, и он от этого хочет отдалиться, как бы, всеми фибрами своей души, да. Вот, то есть, говорят иногда так, да, что, что, как бы, да, конец отношений – это не ненависть, это равнодушие, да, вот. И, а здесь, ну, конечно, немножко больше, да, ненависть – это ещё не конец отношений, это скандал, от которого, может быть, что-то ожидают, да, даже скандал с такой неприязнью и всё, вот, но от него ещё можно что-то ожидать. А мерзость для души – это желание сбежать отвратительно, я не хочу это видеть, я не хочу, да. Вот, мне кажется, что здесь такая разница. Да, спасибо. Равзиев, то есть, мерзость, как то, что ты идёшь против Торы, может быть, такая коннотация здесь, да? Ну, я говорил просто о самом понятии, о самом понятии. Вот, то, как оно используется в Торе и в пророках, нужно посмотреть, я как бы сейчас, ну, да, 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 как бы Всевышний всё время говорит «ло га аль навши», когда говорится о наказаниях, да, что не совсем то, о чём мы говорили, но близко, да, что вот наказание, всё, да, но и при всём этом моя душа не извергнет вас, да, то есть вы не, вот, я не становлюсь в такое состояние, когда это всё против моей души. Нет, да, вот, наказываю, бью, да, но душа вас не отвергает. Равзиев, скажите, пожалуйста, то, что вы вот комментируете, по-моему, очень оригинально, вы берёте за основу каких-то комментаторов или это ваш комментарий? Всегда, да, тут очень трудно описать этот процесс, да, я могу, могу подписаться, как бы подписаться обеими руками, что это не выходит за рамки, не выходит за рамки традиций. Как это получается, это очень сложный процесс, но я всегда, всегда, всегда стараюсь найти зацепку в традиции, либо комментаторов, либо в гемаре, да, вот, это очень сложно, потому что приём такой гемары, да, ну, она часто проходит так по поверхности, да, вот, что-то, то, что нам важно, тут мы зацепили, вот, а всё остальное так пропустили по поверхности, да, вот, и нужно это понять, и нужно искать в другом месте, где это разбирается более глубоко, и нужно увидеть внутреннюю логику самого текста, это тоже, да, вот, так что сказать, что это прямо такое, как бы, импровизация, как говорят, про музыку, да, я бы не сказал, да, но работа очень сложная и тонкая, но моя исходная задача, да, это держаться, держаться в традиции, в комментарии, не уходить в свободный полёт, потому что это не имеет смысла, да, не имеет смысла. Сначала нужно понять традицию, потом кто хочет, я не хочу, но кто хочет, пусть он летает, но только сначала пусть поймёт, что написано, от чего, где, от чего он отталкивается, а так просто уже совсем свободный полёт, да, он не имеет никакого смысла. Ну, в любом случае, я надеюсь, вы в планах написать комментарий и выпустить книгу Равзеев, она очень ценная будет, очень ценная. Вот, я как-то, да, исчерпал свои возможности, по крайней мере, финансовые, вот, я продолжаю работать, пытаюсь продолжать работать с Еремиягу, есть Таилим, ну, Мишлей, я не знаю, похоже, это только в будущей жизни, хотя я бы не хотел возвращаться сюда в какую-то Гилгуль, да, тем более, как один человек настаивал, настаивал на том, что возвращаются в Гилгуль, я как-то, я это не совсем понимаю, эту теорию Гилгулев, я её оставляю в стороне, я не понимаю, но вот он мне говорил, что все возвращаются в Гилгуль, я его спросил, ну, по крайней мере, евреям, он говорит мне, не обязательно, тогда я ему говорю, я всё равно пройду Ги-Юр. Так что... Можно спросить, извиняюсь, мне кажется, что вы оговорились, или я просто не поняла? Возможно, да, да-да-да. В начале лекции вы сказали, что это Минаши, но, мне кажется, это Миха, вы про Миху говорили, нет? Нет, нет, Миха – это другой персонаж, да. Миха – это другой персонаж. А я что-то подумаю про Масиху эту. Нет, это Минаше, и тут как раз, как бы, весь фокус в том, что, ну, написано маленьким, и получается Маше, и есть намёк на Маше. Миха связан с этим, Миха связан с этим тоже Мишканом, да, но он пронёс, как бы, этот Мишкан, пронёс Мишкан через море, да, вот, но я думаю, я думаю, что это более, так, в духовном плане, чем в материальном, да, вот, то есть, есть, как бы, предшественник у этого Минаше, да, вот, есть предшественник этого Минаше, но речь идёт о Минаше, имена Минаше с маленькой буквой «нун». Спасибо огромное. Вот, хорошо, ладно. Спасибо, Розея. Спасибо вам за совместную работу, вот, найти таких слушателей, как вы, которые будут напрягаться и вникать не так просто, вот, так что мне без вас никуда. Давайте дверяйся дальше вместе. Хорошо, спасибо, Натан, огромное спасибо. Натан, спасибо. Всем спасибо, счастливо, мусород, спасибо. До свидания. Пока. Пока.